В прошедшую субботу батриевцы отметили День района. Поздравил сельчан и глава республики Михаил Игнатьев. Лучший подарок батриевцам сделала сама природа. В праздничную субботу пошел долгожданный для жителей юго-восточного района республики дождь. Однако он не помешал торжественному открытию автомобильной дороги в деревне Ксыл-Камыш. На новой улице появляется новая благоустроенная дорога. Работает федеральная программа устойчивого развития сельских территорий. Мы на уровне республики принимали и утверждали разные программы для того, чтобы селяне жили в таких же комфортных условиях, как и горожане. Автомобильная дорога протяженностью 1 км прокладывалась в два этапа. Первый этап мы завершили в прошлом году по улице Школьной. 900-100 метров сумма была освоена в прошлом году 5 миллионов 100 тысяч рублей. А сегодня открываем по улице новая сумма 5 миллионов 200 тысяч рублей. Следующим пунктом рабочей поездки главы республики стал строящийся мясоперерабатывающий цех. Среди работников вчерашние выпускники столичных вузов. Отрадно, что молодые специалисты-технологи предпочитают оставаться на малой родине. Отмечает секретарь Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». За этим стоит любовь к родной земле, самоотверженный труд жителей Батаревского района. Самое главное то, что они не стоят на месте. Есть желание двигаться, развиваться. Есть потенциал, стремление, желание. Это очень важно. Михаил Игнатьев принял участие в открытом совещании по итогам первого полугодия. Позитивные тенденции регистрируются в строительстве жилья. За пять месяцев текущего года показатель составил 153%. Тогда как в целом по республике не превышает 75%. В районе увеличилось количество предпринимателей. Сегодня начинающим фермерам оказывается хорошая поддержка со стороны государства. В 2016 году батаревские фермеры получили более 14 миллионов рублей с бюджета разных уровней. Михаил Игнатьев отметил, что благодаря таким районам, как Батаревский, республика сохраняет лидирующие позиции в рейтинге инновационного развития. Органы власти, в свою очередь, будут способствовать дальнейшему процветанию региона. Дальнейшему процветанию района. Хочу ответственно сказать, уважаемые коллеги, друзья, вот все обещания, которые мы даем перед населением на наших встречах, всегда их мы выполняем. Понятно, сразу все невозможно делать. Поэтому мы расставляем на уровне республики, на уровне правительства Чувашской республики приоритеты. Одна из острых тем, поднятых на совещании, смерть ассердитурноспособного населения не по медицинским причинам. Первая причина – это ДТП. Вторая причина у нас – алкоголизм. Алкоголизм именно среди трудоспособного возраста. Очень молодые. Они приходят уже в таком состоянии в наше реанимационное отделение, что вытащить уже невозможно. Алкоголизм – болезнь социальная. И лечить ее надо всем обществом. Решение проблемы может быть только одно – создание новых рабочих мест и привлечение молодежи к общественной деятельности. Дарина Игнатьева, Игорь Зверев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова